В России прошел единый день голосования. 8 сентября 85 регионов страны. Состоялись выборы разного уровня. Лидеры политических партий прокомментировали предварительные итоги единого дня голосования. Об этом в сюжете прямо сейчас. В этом году единый день голосования прошел в прямом смысле со всероссийским размахом. Выборы проводились на разных уровнях, во всех без исключения субъектах федерации. На кону были около 47 тысяч различных выборных должностей. Председатель Единой России после окончания голосования приехал в центральный штаб партии, чтобы подвести предварительные итоги состоявшегося волеизъявления граждан. Состав наших представителей стал гораздо моложе. И это залог того, что партия наша будет обновляться. Хочу искренне поблагодарить всех, кто голосовал за представителей Единой России. То есть за тех, кто голосовал за кандидатов от Единой России и за тех, кто был поддержан Единой Россией. Мы очень ценим то, что вы сохраняете поддержку нашей партии. Ну и, конечно, это является залогом для того, чтобы в дальнейшем нам принимать правильные решения. Прокомментировал Единый день голосования руководитель фракции «Справедливая Россия». Сергей Миронов отметил, что явка была очень низкой. По его мнению, 2 воскресенья сентября – ранний срок для выборов. На муниципальных выборах – это уже, к сожалению, обычное. Но и на выборах в законодательные органы власти, на дополнительных выборах в Государственную Думу и даже на выборах губернатора мы видим, что примерно 2-3 избирателей не хотят принимать участие. 2 воскресенья сентября – это очень рано. Люди еще не вернулись из отпусков. Многие на дачах занимаются гором картошки и так далее. Поэтому наша идея о переносе Единого дня голосования на 2 воскресенья октября остается актуальной. По мнению Геннадия Зюганова, коммунисты показали хорошие результаты на выборах на Дальнем Востоке и в Алтайском крае. Вся команда работала непосредственно на просторах России. От Сахалина до Питера и Ленинграда. От Мурманска до Ставрополя и Республик Северного Кавказа. Мы везде удвоили и утроили свои результаты. Что бы вам ни говорили, в ближайшее время вы получите протоколы. Мы укоренились в общественном строении. Нас везде приняли хорошо в каждом дворе, на каждой улице, на каждой площадке. Своё резюме выбором дал и лидер ЛДПР. Такого не было за всю историю новой демократии, за 30 лет. В прошлом году победил наш губернатор Фургал Сергей Иванович. В этом году большинство в Краевой думе, абсолютное большинство в городской думе, Хабаровска, мэр Комсомольска-на-Амуре. Поэтому можно смело говорить, что вот такого рода выборы, они дают шанс оппозиционным партиям получить возможность управлять какими-то территориями. Владимир Жириновский предложил допускать до выборов только представители парламентских партий. Он отметил, что в кампании участвовало огромное количество кандидатов и предложил к следующему дню голосования сократить их число. Отметим, что впервые в этом году в стране на трёх участках в Москве прошёл эксперимент по проведению электронного голосования. В перспективе такая практика может быть распространена и в других субъектах России. Продолжение следует...